Элина Мазук. Я знакома с Петросяном и Степаненко и хочу высказаться об их разводе. Персональ скандальных телешоу высказалась по нашумевшей теме последних дней. Прочитав, будто юморист якобы уже 15 лет не живет с супругой и не ведет общее хозяйство, об этом сообщил публичный адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин, я не поверила своим глазам, ведь мы с Евгением Вагановичем и Еленой Григорьевной бывали в общих компаниях, сидели за одним столом. В этих компаниях были многие уважаемые люди, артисты, представители бизнеса. Петросян и Степаненко всегда производили впечатление самой, пожалуй, гармоничной и дружной пары. Елена всегда жизнерадостная, улыбчивая, с юмором. Успевала юморить, а попутно следила за мужем. Что он ест, пьет. Жирные нельзя, соленые нет, Женя, отодвигала лишнюю рюмочку. Не секрет ведь, что с артистами все хотят выпить. Ты меня уважаешь? Давай. Данная процедура братания с поклонниками много артистических судеб сломала и здоровье унесла. Но в данном случае все знали, Петросяну лишнего не наливать, иначе Степаненко такое устроит, всем мало не покажется. Она хоть и с юмором, но и с характером. Елена была своему знаменитому мужу и другом, и соратником, и любящей женой, а чем-то и мамочкой, отношением материнской, ну хотя и строгой. Ему надоела чрезмерная опека, свободы захотелось. Охотно допускаю. Такие женщины, как его нынешняя пассия, уже просочились слухи об отношениях артиста с 29-летней помощницей. Не станут тебе хватать за руках, требуя поставить рюмку на стол. Тебе уже хватит на сегодня. Да делай, что хочешь, ты же звезда, тебе все можно. Но при таком отношении до беды недалеко. Степаненко затребовала при разводе более 80% имущества, тогда как Петросян согласен отдать лишь половину. Я на стороне Елены. Он должен ей все отдать. Была кулуарная, не публичная, естественно, поэтому не буду раскрывать имен, история с популярным актером, знаменитым красавцем, советским сексимволом. После 30 с лишним лет брака, он вдруг влюбился в молодую и собрался уходить к ней от жены. Но вот незадача, все его имущество, движимое и недвижимое, было записано на законную супругу. И эта мудрая женщина ему сказала так. Если новая любовь тебя вправду любит, она примет тебя любого, голого, босого. А если откажется принять, значит с ее стороны не любовь, а расчет. Сходи, проверь. Что вы думаете, юная возлюбленная, узнав, что у народного принародного гроша за душой нет, передумала связывать с ним судьбу? Ну а зачем он ей? 70-летняя звезда без гроша в кармане и с кучей болячек. Он вернулся к законной супруге, живет поживаю. Хорошо бы Елене Степаненко у мужа все отсудить. Сразу бы стало ясно, новая возлюбленная любит самого мэтра или его деньги. Молодым, думаете, старички нужны? Скорее, как в небезызвестной истории Армена Джигарханяна «Статус и деньги». Увы, чужие ошибки пожилых звезд не учат. Еще один популярный комик, чья семья считается безупречной почти 30 лет, связался с молодой. Та уже даже родила ему сына, и он разрывается на две семьи. История грозит вылиться в такую же сенсацию, как разрыв Петросяна и Степаненко. И уже совсем не до смеха. Ну а Елене Степаненко я желаю сил и мужества. Если понадобится моя поддержка, я с вами.